Международный день цирка Международный день цирк Максимус Вместимость его составляла более 250 тысяч человек А основные представления – гонки на колесницах и гладиаторские бои Возобновление интереса к цирку приходится на 18 век Англичанин Филипп Астлей открыл в Лондоне школу верховой езды для оттачивания навыков именно в сфере спортивно-акробатических конных представлений Сцена позднее сооруженного амфитеатра была высчитана Астлеем до миллиметра в результате практических тренировок Ее ширина составила 13 метров Именно на ней создавалась оптимальная центробежная сила с качущей лошадью что было наиболее безопасно для наездника Этот размер арены стал единым для всех цирков и сегодня Астлей решает разнообразить представления и вводит номера клоунов, жонглеров, дрессированных зверей, канатоходцев и эквилибристов Он же стал основателем первой цирковой династии Наездницей была его жена, и дети продолжили традицию Молва о феерических выступлениях Филиппа Астли разошлась по всей Европе Из Англии цирк распространился и в другие страны Популяризировать представление помогло возникновение передвижных цирков – шапито Однако цирк тех времен шокировал бы многих современных зрителей Дрессировщики не скрывали, что запугивают животных и показательно били зверей артистов Выступления клоунов строились на сценках унижения И зрители охотно выкрикивали насмешки и кидали мусор Людей с дефектами внешности выставляли в качестве живых экспонатов Зрители им часто грубили и отпускали непристойные шутки С началом 20 века стали популярны шоу силачей Исчезли бои животных Номера клоунов стали сложнее, а необычных людей теперь представляли как научное шоу А что же было в России? На Руси прародители цирка, скоморохи и жонглеры, акробаты и поводыри с дрессированными собаками и медведями Выступали на городских гуляниях и ярмарках Мода на цирк Астлея дошла и до нас Первые стационарные здания цирка в России были деревянными Первый в России каменный цирк на набережной реки Фонтанке Построен по заказу Гаэтана Чинезели в 1877 году Буквально через три года и в Москве открылся каменный цирк на Цветном бульваре Его основатель Альберт Соломонский вошел в историю циркового искусства как создатель первых детских представлений До него представления ставили исключительно для взрослой аудитории С 30-х годов XX века открываются специализированные техникумы В которых преподают цирковое ремесло На сцене появляется знаменитость отечественного цирка Клоун-карандаш в исполнении Михаила Румянцева Зрители восторгаются номерами воздушных гимнастов семьи Волгиных и Басты Канатоходцев Свириных и Тарасова Но сегодня мы поговорим о самой знаменитой в России цирковой династии Дуровых И особенно об известной дрессировщице Наталье Юрьевне Дуровой В роду Дуровых были и воеводы, и стольники А также героиня войны 1812 года Кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова Два брата, Владимир и Анатолий Сбежали из кадетского корпуса в цирковой балаган И цирк стал не только судьбой для них Но и для многих многочисленных потомков Анатолий начинал как канатоходец и акробат Впоследствии остановился на Клоунаде И стал одним из самых высокооплачиваемых цирковых артистов в России Выступал без сценического грима и псевдонима Анатолий дрессировал мелких животных Которых всегда можно было купить на базаре У него были утки, гуси, лисы, свиньи и собачки Животные были его партнерами в постановке басен, сценок и даже целых пьес Владимир сначала выступал как силач, звукоподражатель, иллюзионист, акробат и клоун А затем посвятил все свое время дрессировке Его метод опирался на открытия Ивана Павлова и Владимира Бехтерева В Москве на улице Старая Божедомка Он купил просторный дом с конюшней и садом И открыл уголок Дурова Дом Дурова работал как частный цирк Там же зритель впервые увидел уникальный номер «Мышиная железная дорога», моментально ставший культовым Актерскую династию Дуровых продолжили дети знаменитых братьев По семейной традиции, по линии Владимира Дурова Девочек называли Аннами и Натальями А мальчиков – Юрием и Владимиром Юрий Владимирович Дуров – отец знаменитой дрессировщицы Натальи Дуровой Буквально выросшей на сцене Родилась Наталья Юрьевна Дурова 13 апреля 1934 года Впервые на арену цирка четырехлетнюю девочку вывел отец К восьми годам Наталья уже уверенно выступала с такими хищниками, как гепард и рысь А через год ее официально провели по трудовой как стажера Во время Великой Отечественной войны Наталья вспоминает в своих мемуарах эвакуацию зверей из цирка И о том, как вражеские летчики расстреливали животных То, что летчик при этом смеялся, произвело шокирующее впечатление на ребенка И начались гастроли, сбор средств под лозунгом «Все для фронта, все для победы» Наталья выступала в госпиталях и на передовой в составе прифронтовой концертной бригады Тогда она получила первую награду – гвардейский значок, который вручил юной артистке Георгий Константинович Жуков Наталья Дурова закончила литературный институт имени Горького А затем получила профессию ветеринара-диагноста и стала дрессировщицей в уголке дедушки Дурова Международную славу ей принес уникальный аттракцион Где на одной сцене выступали хищники и травоядные Дрессировщицы не раз предлагали работать за границей Но она всегда отвечала так – родина у меня может быть только одна – Россия Наталья продолжила разработанные еще ее знаменитым прадедом Владимиром Леонидовичем Методики безболевой дрессировки, доказывая, что ласка и доброта – главные атрибуты в работе с животными На арене Дурова работала с экзотическими птицами и морскими животными С бегемотами, слонами, жирафами, попугаями и даже пеликанами Питомцев в своем театре Наталья Дурова всегда величала артистами Ее любимицей была слониха Маша Но случались и неудачи Во время одного из выступлений рысь то ли испугалась нового костюма, то ли решила поиграть с валанами юбки В итоге нанесла 17 рваных ран Однако Наталья все равно закончила номер, а уже за кулисами потеряла сознание Этот пример стойкости – уроки отца, который говорил дочери, что люди пришли на праздник Поэтому артист не должен показывать, что ему больно или трудно Шимпанзе Яшу Наталья и вовсе считала своим вторым сыном В его паспорте так и было записано «Яков Натальевич Дуров» Артистка забрала Яшу из сухумского питомника, куда сдали надоевшую живую игрушку С Натальей Яша преобразился Он умел сервировать стол, с радостью мыл пол и обязательно целовал руку дамам «Яша – это личность», – говорила артистка На одном из спектаклей Яша понял, что ей плохо, подхватил и посадил на стул А сам в это время продолжал работать и блестяще завершил номер Наталья Дурова также была автором пьес для театра зверей Она автор более 30 книг для детей Самыми популярными среди ее рассказов считаются «Мой дом на колесах», «Котька», «Журик» и «Индия» Также Наталья Дурова – обладательница множества орденов, медалей и знаков почета В 1989 году дрессировщицы присвоили титул народной артистки СССР В отличие от насыщенной творческой жизни, жизнь личная у Натальи Дуровой была тихой гаванью Она рано вышла замуж за актера театра и кино Михаила Болдумана Михаил часто помогал на гастролях и любил артистов-животных не менее супруги В честь Натальи Дуровой назвали звезду, а о ее жизни сняли 15 документальных фильмов Артистки не стало в ноябре 2007 года «Цирк не приемлет простоты», – говорила Наталья Юрьевна И, кажется, эти слова давно стали девизом для всей цирковой династии